Я вас приветствую. Вот у меня где-то сейчас пол второго дня. У многих из вас ночь. Вы так себе спите. Кто спокойно, кто может под звуки тревоги воздушной пытается заснуть. А я мучаюсь. Сейчас расскажу эту страшную историю. Вы знаете, когда у меня поломался этот же бачок в унитазе, а потом тут же поломался душ, я как человек такой же, как и вы, который как бы христианином стал на тысячу лет позже, чем западные люди. И к чему я это говорю? Ну, потому что западные люди, вот я здесь живу 20 лет, они, знаете, вот этой фигнёй никакой не страдают. Вот той там священная вода, купаться в купели, ходить там что-то светить, чтоб там какой-то дяденька водой побрызгал. Такого нету. Практически. Ничего такого нету. Здесь есть так. Очень много. Это священное писание и пасырь, который тебе объясняет, что написано в этом священном писании, как себя надо вести. Вот так. Но, как человек выросший там же, где и вы, в том обществе, которое на тысячу лет стало позже христианами, то есть я всегда говорю, мы такие, как они были тысячу лет назад. Может, через тысячу лет мы станем такими, как западное общество сейчас. Я, знаете, вот тоже, когда Бог любит Троицу, и потом я подумала, что у меня сломается третье. Ну, после того, как слесарь сломал мне этот бочок, самое интересное, что я вчера уже поздно вечером, когда послушала, уже так водичка там еле-еле бежит. Может, его и не надо менять. Ну, знаете, им виднее. Они специалисты, им виднее. Мне, кстати, пришла зрительница и написала, что она раз в пять лет меняет этот свой водонагреватель. Ну, я подумала, наверное, это уже было третье. Ха-ха-ха. Это ж не я сломала, и не оно само сломалось. Я глубоко ошибалась. Значит, сегодня утром встала я, включила новости. Было где-то без десяти семь. Я включила компьютер, слушаю новости по этому телемарафону. Ну, он неделя, вот я в компьютере-то его смотрю. Ну, и думаю, пойду тут, посмотрю, какие мне цветочки поливать надо. Тут уже какой-нибудь чай-завтрак придумаю себе делать. Идти мне никуда в субботу не надо, и не хотелось никуда. Ну, и думаю, потащу компьютер с собой, поставлю здесь в кухне, и буду уже делать это заодно. Я вообще редко такое делаю. Но это была моя глубокая ошибка. Взяла. А кроме него, я еще решила взять, прихватить с собой там еще орхидею. А то и парочку. Взять одной рукой, это другой рукой. Несу. Почти донесла. Пытаюсь сначала поставить орхидеи, но что не поставить этой рукой компьютер, а потом орхидеи? Нет. Нет. Мне надо сначала было поставить орхидеи. Ставлю. Компьютер выскальзывает у меня. И вот таким вот образом, вот таким вот образом, вот так вот, падает. Да не тут, где ковер, а там, где вот тот. Голый пол плитками. Ну и что? Что в конечном итоге получается? Теперь он, значит, у меня показывает вот так. Это мои там внучки. Там, там внучки. Смотрите, что получилось. Вот это вот отошло. Вот тут отбит угол. Вот здесь вот. Ой, вот от него кусочек. И вот такая вот штучка, вот такая вот штучка, она торчала вот здесь вот. Вот здесь торчала. Потом в конечном итоге отломала. Самое интересное, что остальное у него все работает. Его можно включить, выключить, это, стрелочка есть. Только кусок экрана не работает. Вот, кусок экрана не работает. Да и тут он. Где-то вот здесь вот, не знаю. Ну, в общем, я подумала... Ой, так, сейчас я отломаю окончательно. А знаете, это ж тут, как кроме, кроме вот этого, еще и вот это же есть. Вот сам, вот он. Вот я его, я его двигаю, вот я его двигаю сам, сам экран. Ой, ну, в общем, сейчас я его выключу. Я начала думать, что мне делать. Что мне делать. Без компьютера я, конечно, не остаюсь. У меня еще есть их три, работающих. Ну, что? Выключила этот, достала другой. Вот тут у меня игра открытая. Это тот, который... Вот этот большой, который у меня упал, это тот, который я купила уже в самый последний. Из тех, которые у меня есть. Этот предпоследний. Этот предпоследний, он так греется. Что я купила при работе? Этот работающий был, работающий. Что я купила? Знаете, в последний день, перед тем, как нас посадили на карантин первый раз, на два месяца, а мы еще не знали, нам объявили как-то и посадили нас. Это была пятница, я помню. И у меня вот этот компьютер, с какой-то стати, он вообще медленно работает. Они у меня все одинаковые, HP. Он как-то медленно так работает. И что-то он вдруг у меня как-то так потемнел. А нет, я уже знала, что нас посадят на карантин. Он у меня как-то так что-то потемнел. И я думаю, ой, а что ж я буду делать? Закрыли же все магазины. То есть это был последний день. Завтра все магазины закрываются, все закрывается, все. И 8 недель первый карантин был. 8 недель, 2 месяца. Я, значит, руки в ноги, бегу в магазин. Бегу в магазин, ближайший, там, где продают эти же компы. Надо срочно купить. Те, которые у меня еще два. Один был у дочери, один был здесь такой, но этот уже довольно старый. Ему уже, я уже не знаю, сколько тому, который. Он тоже работающий есть, еще и поменьше, чем этот. Ну, он уже старый. Там уже и Windows старый, наверное, даже не знаю, какой. Может, 7, 8, какие там они есть. Здесь у меня в этом 11, в этом, наверное, 10 или 11, что-то такое. Да, наверное, в этом последнем 11 Windows, здесь 10, а там, наверное, немножко раньше, которые были. Вот. А я подумала, да не, мне это не подходит, но то ж пошла в магазин. Пошла в магазин, ну, выбрала этот, а его там на скидку продавали, а я даже и не поняла, почему они скидку сделали сразу. То есть, там была цена какая-то на него, то ли 600 долларов, то ли что-то такое, а я же так, я же торгую с магазином. Такие. А, бля, уже вроде бы и так я его беру, там выбрала на витрине, вроде бы я его беру. А я говорю, ну, а сколько вы можете сделать скидку? Он сразу, бац, 100 долларов. Хорошо, 100 долларов, давайте. Что-то, по-моему, 500 я за него заплатила, или что, около этого я уже не... То есть, потому что это было уже 4 года назад. В 2020 году. Только он мне говорит, надо посидеть там, подождать, пока мы там с ним что-то сделаем. Я говорю, ну, а что я должна сидеть и ждать? Ну, знаете, это теперь. Я уже теперь понимаю, почему это. А, оказывается, это они мне продали с витрины. Он у них был последний, они мне продали с витрины. Мне не дали его запечатанный такой, знаете, как обычно тебе дают в коробке запечатанный. Иди домой, там отпечатай, открывай сам, все. Ну, посидела, подождала, там рядом автобусная остановка, все это они сделали, я его забрала, работает, все работает, все нормально работает. Большой. Этот меньше, знаете, они отличаются. Этот такой, смотрите, вот я его сейчас закрою. Вот, этот вот такой, по сравнению с этим, такой здоровый. Тот, который у меня еще есть, тот еще меньше, чем этот даже. А я ж хотела совсем, чтобы был совсем маленький. Мне таким маленьким удобно. У меня был такой давно, лет, наверное, 15 назад. Классный был такой, классный, классный. Ну, тоже, я его. Я на него сидела. То есть, он у меня стоял, вот я ела. И я на него, так сказать, вылила подливу. На это, на клавиши и на все. И он так умер моментально. До сих пор за ним жалею. Ну, там такой, Windows уже был, какой-то XP старый такой. Но жалею, потому что работал изумительно. Ой, ну ладно, купила я тот, пользуюсь тем, этот, так сказать, положила и лежит. Сегодня. Это событие. Четырехлетней давности сегодня. Ну, что? Пользоваться этим нельзя. Потому что, ну, вы сами видите, четверть экрана не работает. Думаю, надо хоть что-то попытаться с него там вытащить фотографии какие-то на флешку. Не, у меня там очень много всяких разных фотографий. Знаете, вот я так думаю, вот фотографии в компьютере там набираются, набираются, набираются какие-то. А потом я их никогда не смотрю. Никогда. Вообще. Никогда. Вот все-таки в альбоме лучше фотографии были. Ты их отпечатал в альбомчик. При случае сел, бац, альбомчик полистал. Так удобно. А тут это их получается очень много. И потом какие-то ты их не смотришь. Ну, в общем. Вытащила одну фотографию, которая теперь вот я вчера сделала. Эту с орхидеей. Такая хорошая, удачная получилась фотография. Я даже поменяла свою фотографию на своем канале. Не только. Я и на Одноклассниках поменяла на эту фотографию. Ну, потому что той уже было 10 лет. Там, где я в таком синем костюме. Сфотографировала она. Ну, думаю, что делать. Да, это, думаю, выкину его. У меня там есть целый кулек уже с такими вот этими электронными. Там фотоаппараты, старые телефоны, еще что-то там, провода какие-то. Я все это сложила в кулек. Это надо мне поехать там где-то в Сент-Люксе. Это у нас есть такой там шоппинг-центр. Сент-Люкс. И там где-то есть какой-то магазин, в котором это все принимают. Можно туда сдать. Мусор я такой не могу выбрасывать. Не полагается. Ни в мусор, ни в ресайкл. То есть в переработку. Надо туда куда-то сдавать. Ну, очень я это все сложила. Кабель скрутила. И туда положила в кулек. Положила в кулек, а потом думаю, может его можно отремонтировать? Не, сразу я вообще хотела пойти уже купить новый. Пойти купить новый. Начала смотреть. Новые, новые, новые. Ну, посмотрела. Такой новый, в принципе, такой же. Маленьких нету. Их, наверное, сейчас не делают с маленьким экраном. То, что называлось нетбук. То есть, или ноутбук. Ноутбук это блокнот. Ноутбук, блокнот. Вот у меня тот был маленький такой, это называлось блокнот. Сейчас таких не делают. А все такие здоровенные лэптопы. Лэп это колени. То есть, это то, что на коленях. Лэптоп это значит, как бы ставишь его на колени. Посмотрела на эти макбуки. Ну, они дорогие. 1200, 1500 надо платить. А я не хочу платить столько. Подумала, может быть. Начала смотреть. Смотрела, смотрела. Потом я думаю, что я буду покупать. У меня же есть вот этот. Работает. Работает нормально. Не буду покупать. Вот, когда поломается, тогда, может быть, куплю себе какой-то другой. Потом, знаете, прошло еще какое-то время. Я думаю. Ну, может быть, я пойду и поремонтирую. Пойду узнаю, сколько стоит ремонт. Ну, как бы купить вот такой, который мне подходит. Можно купить и за 300 долларов. Но за 300 долларов у него маленький объем памяти. Не потому, что мне там надо что-то сильно хранить в этой памяти. А когда маленький объем памяти, он медленно работает тогда. Медленно. Вот, чем больше объем памяти, причем тот, который на рабочем столе, надо хотя бы 8 гигабайт, чтобы было. 4. Вот у меня 4, он медленно работает гигабайт. Объем тут большой, что-то 500 гигабайт. Весь объем компьютера. А именно тот, который на рабочем столе, надо, чтобы было 8 гигабайт. А те, которые можно купить за 300, там только 4 гигабайта Зачем мне? У меня такой есть Ну, тоже посмотрела, думаю, ладно, пойду Теперь подумаю, может быть, можно его поремонтировать Может быть, это будет недорого Пошла, нашла тут рядом Посмотрела в интернете, тут прям по Queen Street спуститься Почитала отзывы Почему-то отзывы все только на 5, только хорошие все У меня это немножечко так Как-то так не бывает, чтобы были все хорошие Работает эта, значит, мастерская ремонтная С 22 года, сейчас 24, ну уже второй год И я думаю, так как-то не бывает, чтобы были только хорошие Может, они их убирают там, в среде очередь Думаю, пойду, посмотрю, кто там работает Беру я этот компьютер И вперед, и с песнями иду Спустилась, прихожу туда Прихожу туда, нашла Там такой Мужчина Мужчина, я так смотрю на него Я как-то не очень его могла определить, кто он Ну, либо индус, он по национальности Либо Из какой-то арабской страны Ну, такого типа Ну, чтобы вы имели представление, да, вот какой человек С кем я там Потому что здесь же, знаете, здесь разные В Украине там в основном В основном были раньше, допустим, все такие, как мы, да То здесь люди разные И, ну, чтобы иметь представление, с кем я веду беседу Как раз парень какой-то Забирал у него уже готовое, отремонтированное Выплатил ему там деньги И тут я Вот я ему показываю Вот это, вот это Показываю, что Вот это Железяка отвалилась там сверху Он говорит, это камера Это от камеры О, я говорю, мне камера 300 лет не нужна То есть это можно и не ремонтировать Там, где камера вывалила А он говорит А здесь вот нужно менять дисплей То есть сам экран нужно менять А я ему сразу сказала Что я пришла спросить Сколько будет стоить ремонт Потому что Будет ли это дорого И Может, проще новый купить Ну, он мне говорит Что Я говорю, сколько это будет стоить Нет, я такой задала вопрос Можно ли это отремонтировать И сколько это будет стоить Дорого ли Он говорит, можно отремонтировать Только нужно менять Сам дисплей, сам экран Потому что это он повредился Вот там вот, когда он На угол упал и ударился Интересно, если плашмя ударился Может, мне повезло А это обработало Он говорит Это будет стоить 300 долларов Да я подумала 300 долларов За 300 долларов вообще можно новый купить В принципе В принципе И, между прочим, он был бы не хуже А так, что там Ну, доложи 200 долларов За 500 покупаешь новый Совершенно новый Я ему сказала, что Нет Лучше Я бы сказала, что у меня есть и другой компьютер И я могу и попользоваться Так сказать И что Я не буду ремонтировать Он говорит Ну, может быть, у тебя есть там какие-то фотографии И эти фотографии можно Мы можем оттуда вытащить Я спросила, сколько это стоит Он сказал, 80 долларов Я подумала, надо они мне Не надо эти фотографии Я их все равно никогда не смотрю Никогда не смотрю Вы знаете, вот Никогда Эти папки с фотографиями Я их никогда не смотрю Еще там у меня есть какие-то папки Там Рисунки для вышивок Еще всякое такое Я их все равно не смотрю То есть мне, если надо какой-то рисунок для вышивок Я все равно потом иду в интернет И смотрю новый Ну, а чем шо я Забрала свой поломанный компьютер И потягла рябка до дому Ну, и теперь я думаю Попользуюсь этим Да он работает Работает нормально Ну, может, медленно работает Ну, так и тот тоже так Теперь я сравниваю с тем компьютером Мне и тот кажется Что тот так не очень быстро работал Еще, знаете Может, интернет Нет, интернет у нас хороший Но, я ж хожу на русские сайты Я прочитала Что Россия, она тормозит интернет Для россиян А я ж там то новости смотрю То открываю сайт одноклассники, например Она может тормозить это все дело А то и вообще скоро для вас россияне отрежет Будете только китайцы Своим только пользоваться Или как корейцы У них там, знаете Они живут в параллельной какой-то вселенной Так и вы будете жить Ну, и в общем, поэтому Поэтому Я решила, что Натрать таком силе Спускайтесь на дно Поэтому остаюсь пользоваться С этим компьютером Ну, надеюсь, уже больше ничего не будет ломаться Уже как бы три вещи у меня сломалось Ну, что Мы же все равно остаемся Такими Суеверными, да Про черную кошку Или еще там про что Про пустое ведро Здесь люди не знают такого И не слышали никогда Ни про каких черных кошек Ни про пустое ведро Ни про еще там кого-то Вышел, встретил Мужчину, это хорошо Из дома вышел Повезет Встретил женщину Ой, не повезет Бред такой Вот если бы тебе этого в голову не вкладывали Ты бы этого не знала И 300 лет бы это Тебе это и не надо Поэтому так, товарищи Все бывает, все бывает Я вообще собиралась сегодня Снимать видео про орхидеи Может, я еще и сниму Потому что там есть какие-то вопросы по орхидеям Мне хотелось, так сказать, еще Выступить по поводу орхидей Ну, наверное, выступлю еще По поводу орхидей Только это будет другое видео В общем, вот так вот, товарищи Как говорится, беда не приходит одна Их приходит несколько За некоторые платить не надо За некоторые можно и заплатить Но можно и не платить Пользуйся тем, что есть Ну, а тут, наверное, старый таки отнесут туда Вот положу тот кулек-то Как попрохладнее Сегодня такой замечательный прохладный день Замечательный 23 градуса всего Солнце не печет Так облака Дождик с утра пока Прекрасная такая погода Ну, может, я там выясню Еще поточнее, где это Находится Магазин, в который это можно сдать Туда все Ну, и в конечном итоге Поеду и все это Весь этот хлам туда отвезу Пусть из него что-нибудь повытаскивает Надеюсь, у вас такого не будет Надеюсь, у вас будет все хорошо Я вам этого от всей души желаю Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»